Курси каждого шага в своем бизнесе. И они богатели, покупали, покупали, покупали дальше. Они постоянно были заняты в этом процессе. И если один из них уезжал, то второй обязательно был на месте. Конечно, путешествовать, отдыхать мы все хотим. И я вообще не понимаю людей, которые заработали денег, и все мало, мало, мало. Уже умирать скоро. Путешествуй, наслаждайся хоть немножко жизнью. Или не то, что путешествуй, живи в расслабон, в свое удовольствие. А все мало, понимаете. И от жадности готов сгореть. Но эти путешествовали по очереди. Ну, не просто путешествовали. У одного еще даже был отец, 90 лет, в Канаде жил. И он его забрать сюда не мог, так как человек старый. И он последние, наверное, лет 10 летал там раз в две недели, как он рассказывал. Хотя была сиделка у отца, но такой хороший сын. Он летал, проведывал своего отца. И второй напарник в это время управлял бизнесом. А второй любитель был Лас-Вегаса, игрок. И вот они по очереди тот, когда они свои выходные, тот забирал себе выходные. И тоже летал, летал в Лас-Вегас. Не летал, он ездил, по-моему, даже. Хотя здесь летать побыстрее, он, по-моему, ездил на машине. Хотя здесь тоже мы за два с половиной часа доезжали до Лас-Вегаса. Общая Лас-Вегас, люблю. Люблю развеяться. Мы когда приехали первые года, мы по 3-4 раза в год ездили. Мне не хватало людей. Я видела там людей на стрипах, на улицах. Смотрела все шоу, ресторанчики. Вообще я человек такой очень заводной. И мне интересно все всегда новое узнать, увидеть. Мне нравилась вообще эта архитектура разная, этих всех казино. Погулять мне нравилось. А сейчас все меньше, меньше я устаю от людей. И уже кажется, вот я нахожу больше, чем больше узнаешь людей, чем больше уже столкнулся я в этом мире, столкнулась уже столько. Наверное, на 10 жизней сделала все в жизни. И пропутешествовала, и проработала, и добилась. Что мне уже кажется, что мне надо уже как-то полегче немножко. И вот я нахожу прямо удовольствие в собаках, в животных особенно. Я же могла взять одну собаку, нет, я хотела сразу три даже взять. Пока мы взяли две. Но я хочу еще третью. Ну, одной породы и все, девочки. Я балдею, я получаю огромное удовольствие. И для меня это лучшие друзья. И вот я прямо замыкаюсь, я смотрю на ихнюю жизнь. И я вот иногда беру, особенно одна у меня такая очень соушел, можно сказать. Она такая, она любит за людьми наблюдать, вот как у меня характер. Вторая такая, более такая спокойная, хранится. И она любит сесть себе дома сидеть. И желательно ее закрыть в клеточку, такую не клетку, такой большой вольер. Для того, чтобы быть спокойным, что какой-то ножка от мебели не отгрызется. Корги очень такие грызуны большие. Хотя они не имеют проблем косточки, игрушки, боже мой. У них такое их количество, наверное, на 20 собак хватит. Столько, сколько я их балую. А вторая вот любит, вот так как я, лечь. И вот в Старбак, я люблю кофе старбаковский. И любое время года, и даже холодно, и жарко. И я люблю прохлада. Когда вот сейчас начался этап после Хэллоуина. Считайте, люди уже до Хэллоуина готовы принять все праздники. И вот сейчас уже такой период, я очень люблю его каждое время года. Конечно, что до Нового года люди тратятся, люди как-то уже чувствуют приближение Нового года, Крисмоса, Севенс Гивенса и всех остальных. То есть идут череда праздники за праздниками. И самый приятный период Лос-Анджелеса, потому что эта жара достала. Хочется дождика, хочется холода, хочется какое-то изменение, каких-то перемен. Понимаете, вот организм чувствует, хочет перемен. Но я люблю в это время года взять даже одну из собаки, поехать где-то в Старбак. Ну, мы обычно две вдвоем ездим, и одна, вторая тоже сидит. Но вот одна из них, вообще вот она сядет и за людьми наблюдает. За машинами, вы понимаете, с таким умным видом. Она действительно иногда какие-то такие звуки произносит. Такое впечатление, что хочет что-то сказать. Вторая дурочка, нет, на мой взгляд, по сравнению с этой. И вот она, а мне тоже нравится наблюдать за людьми, не в шумных ресторанах, не в ресторанах. И вот представлять, кто человек по профессии. Я уже многое могу сказать. Вы понимаете, конечно, я занималась этим всем. Когда-то у меня было хобби, и эти все планеты, гороскопы, и все остальные науки такие. Я когда-то хобби у меня было перед работой, после работы. В общем-то, когда только тогда было начало всего этого. И я поражаюсь, как люди мало пользуются своими шестыми чувствами. И чем больше стресса, это просто-напросто уходит. Но я могу сказать, что я когда-то этим не то что увлекалась. Я просто-напросто чувствовала в себе эти силы. Мне говорили так. И я пытаюсь человека читать, вот прочитать его историю, кто он, кем он был и вообще. Вот его растворить, сделать его прозрачным. Мне нравится иногда так сесть и со стороны хочется немножко расслабления. Поэтому я меньше не хочу, вот не хочется люди, мне кажется, наверное, не то, что я от них устала. Мне всегда я была человек очень общительный. Но сейчас, так как заменяют мне вот общение с собаками, где-то вот так посидеть или поехать на океан, конечно, я могу другой какой-то отдых. Но я просто получаю огромнейшее удовольствие от океана, от этого и возды, от шума океана, от воздуха. Особенно, когда там немного людей, где нет музыки на берегу, а просто шум океана. И вот взять животных с собой и просто-напросто мозги, приезжаешь обновленный, заряженный. Еще больше энергии шума океана. Деньги делать здесь на ком-то, разбогатеть, вот я остановилась. Конечно, удел не для всех. Бизнесы не все могут делать. Бизнесы делают люди еще, которые могут переступить через какие-то законы. Вы себе не представляете, какое количество здесь бизнесов нарушают законы. В расчете, я так думаю, я так думаю, для того, чтобы заработать. Не по ошибке, но засудят, засудят. Но все равно делают, их судят, пачками судят. И большие, и крупные компании. Вы себе даже не представляете, какое количество. Это все не так афишируется. Особенно крупных компаний судится за нарушение. Потому что честно бизнес им тяжело делать. Поэтому, вот у меня мой богатый дядюшка, в каком поколении, который, он уже здесь родился в Нью-Йорке и переехал потом в Лос-Анджелес. Но он уже родился здесь. И его дети уже, его уже дети, вот, продолжают его бизнесы. Понимаете, те бизнесы, которые он был, владел, и он их не продавал до самой смерти. Он их пытался контролировать. И им уже, конечно, легко в таком поколении иметь бизнесы. А вновь прибывшим хорошо надо подумать, какие бизнесы, все просчитать. Врачи. Когда-то я с одной женщиной в бывшем Советском Союзе говорила. Вот что-то разговор коснулся врачей. Она говорит, все врачи ждут взятки. А я ей ответила. Ну, конечно, я бы, наверное, я и раньше носила подарки. Понятно. Я лучше бы подарки занесла. Но здесь так дорого стоит медицина. И надо так рассчитывать, что у вас хорошее здоровье. Или вы сможете болеть, если заболеть, что вы как-то себя должны подстраховать, что вы сможете оплатить свое жилье и не останетесь на улице. И та же медицина здесь настолько дорогая, что в тех же госпиталях только ждут, чтобы вы, допустим, сейчас не можете заплатить, чтобы с вас получить деньги. Поэтому потом, поэтому когда врач в бывшем Советском Союзе ждет подарка, потому что у него маленькие зарплаты, лучше бы я, я помню, я всегда это делала, да. Я дружила с лучшими врачами, лишь потому что я всегда была благодарным человеком. И делала проректором университета протеже к этим же врачам знаменитым, у которых месяц вперед записи. А к ним я заходила в любое время, потому что надо быть благодарным. Лучше бы я так заплатила здесь, но здесь надо платить большие деньги. Просто подарками здесь не обойдешься. Вот. Поэтому если нету языка просто на кого-то, на каких-то друзей или на каких-то родственников, вы не рассчитываете. Здесь родственники друг другу не рассказывают, где работают и чем занимаются. И даже вам не подскажут. Дружба как таковой здесь, я не знаю, или здесь есть дружба как таковая, ну, приятели, да, там, для того, чтобы была компания, чтобы посидеть, выпить там, наверное, отпраздновать праздники или с кем-то, ну, отвлечься. Но на это надо иметь время. Здесь очень сложная конкуренция. В любой отрасли. В любой. Если даже вы видите те же объявления, что требуют на работу, они же требуют лучшего из лучшего. И чтобы я за их знал, и опыт работы имел, и то, и сё, и ещё и другая плюс, смежная профессия плюс. Здесь жёсткая конкуренция. И чем больше, чем больше людей, выпускники каких-то мелких курсов, тем меньше шансов устроиться на работу. Здесь есть люди, которые выбиваются с бывшего Советского Союза, безусловно. И есть инженера, которые спустя там сколько-то лет, прожив, правда, в Америке 15-20 лет, защищают свои дипломы и где-то как-то прорываются тоже. Да, я знаю таких. И есть, которые про нового идут учиться. В основном такие больше добиваются чего-то, что уже закончили институт. Но чем старше человек, тем ему тяжелее учиться и даётся язык. Это всё надо принимать во внимание. И чем больше занимал должность, позицию, или хорошо жил в бывшем Советском Союзе, тем тяжелее будет принять эту страну, такую, какая она есть, потому что здесь надо работать. Работать, работать и работать для хорошей жизни. Здесь даже существует такое, скажем, конкуренция. Латинцы очень любят бизнес-уборки. Это ихние. Даже они с образованием. Мне моя адвокатша рассказывала, что говорит, представляешь, говорит, у него высшее образование. Я спрашиваю, что ты работаешь на уборке. Они привыкли, у них своя конкуренция здесь. И они конкурентоспособные в этом отношении. Им нравится эта работа? Не потому, что там. Им нравится. Еще есть работы такие на стройках и по присмотру. И там тоже конкуренция. Особенно по присмотру за стариками, за детьми. Бля-бля-бля, здесь своя конкуренция. Мы можем продолжать этот список таких неквалифицированных работ, но они тяжелые. И здесь тоже конкуренция. И тоже спрашивают опыт работы. Вообще в Америке устроиться всегда спрашивают, кто тебя рекомендует, какое у тебя есть, кто за тебя слово. То же самое. Не думайте, что просто приехать и устроиться. Почему так много русских идут в эту самую такую работу, которую американцы особенно не делают. Убор. Ну и что? Извозчик. Что? Что здесь такого? Американцы не очень уважают эти профессии все. вот. Хотя, сами могут подработать, но люди, которые постоянно на этом работают, думают, что они что, сделали уже все, карьеру, приехали ради этого в Америку, а дали все туда-сюда, машину и выплатили, квартиру выплатили, а что остается? Что они имеют, чтобы так быть такими, быть счастливыми от этих всех работ. Что еще? Еще Америка, все в кредите. Действительно, здесь богатые люди это те, которые уже все выплатили. Вы знаете, один американец у меня был хороший такой знакомый, друг, он жил во Флориде, он сам переехал потом в другой штат, он миллионер в жизни не скажет, одевался в шорты и обшарпанной машине, зато, говорит, я плачу с банка. Говорит, только бедные, говорит, платят кредитом, везде кредит кисают. А он просто банковской картой везде оплачивал, говорил, что вот, я, говорит, это кто не имеет денег, тот платит кредитом, а я, говорит, имею деньги. И везде платил банковской карточкой. Поэтому Америка живет кредит во всем, машины не принадлежат вам, пока вы ее не выплатите. Дома не принадлежат вам, пока вы их не выплатите. И даже выплатив вы еще не владельцы, да, потому что вы должны будете платить эти налоги. и в зависимости от суммы налога вы в рабстве долго-долго-долго. Допустим, все в кредите, в кредите, в кредите. И очень много показухи. Потому что по машинам, по часам здесь принято как-то, ну, как визитная карточка. Вот. Когда-то мой муж устроил, ходил на собеседование, много лет назад, у него, он всегда ходил в костюмах, еще с посольства, когда работал на Кубе. Он всегда был таким, ну, солидно одевался, он какое-то время и с интуристом работал. Вы знаете, что это такое, да? И когда он в посольстве уже закончил свое, у него истались эти костюмы, и мы привезли их, и он какие-то собеседования одел. На него так смотрели, ему потом менеджер сказал, больше не приходи в этом костюме, вы понимаете? Потому что он выглядел больше, менеджер. Больше, потому что здесь это визитная карточка, эти часы. Здесь не принято в Калифорнии вы мало увидите, ну, кроме лойеров, которые адвокаты идут на процессы, они там возле, если станете возле зданий суда, сразу видно, что лойер идет, он в костюме всегда. А вообще здесь не принято одевать там костюмы, или если ты оденешься хорошо, тебя неправильно поймут. Одеваться так надо в определенных кругах общества, в определенных местах. И если нет, значит, вы обладаете плохим вкусом, если вы одеваетесь хорошо где-то и при этом не в определенных требующих обстоятельствах места, а просто как для себя, для фана, для удовольствия, это Америка. Здесь не прокатывает. Я себя ловлю на мысли, что я все больше и больше ищу никаких-то там каких-то вещей футболки таких, и попроще, без всяких надписей желательно, чтобы были еще, потому что это плохой вкус. Как-то попроще, попроще, может быть, качество хорошего, но как-то, чтобы было что-то такое, вот, ну, простое. Больше и больше себя ловлю на мысли, хотя вот перед камерой я хочу хорошо одеться, а вот у меня, наверное, вот ящик новых футболок разных лежит, ну, по-разному сделанных, вот. Ну, это Америка, здесь простота, простота в этом, понимаете, не тратят люди, вот это очень можно увидеть часто и густо. У меня сосед жил, американец, и деньги имел, и позиции имел, еще и писателем был. А в такой футболке ходил, знаете, вот когда в стиральной машинке стиралось много раз, и такие маленькие-маленькие дырочки по всей футболке. Ну, спокойно в ней ходил везде, и, наверное, по этим забегаловкам по всем кушать, и не только возле дома где-то. В общем-то, простота. Вот в этом отношении в Калифорнии, Лос-Анджелес, очень, можно сказать, с какого штата человек приехал, даже смеемся, с Оклахомы. Они как-то стараются получше одеться. Здесь очень просто. Некоторые наши блогеры тоже еще вновь прибывшие, подпрыгивают, рассказывают все как от счастья, что они здесь, а сами ничего не имея, еще одеты чисто по-совковски, вот так сказать, как-то, ну, по бывшему Советскому Союзу, хорошо одеваются, и он так выделяется, как белая ворона, кроме того, что сам все это говорит, еще своей одеждой, ну, понимаете, чувствуется, просто чувствуется. И еще, я, наверное, на этом хочу закончить, потому что оно как-то немножко затянулось в этот раз. А, вот еще, что хотела сказать. Ребята сняли, я начала с этого, Вега Бонд и Алекс Брежнев, они сняли, шли вот, и случайно вот это поселение Мобиль Парк, Мобиль Парк, так сказать. Ну, это вагончики такие, есть дома, вагончики, разные варианты есть, есть сейчас новые дома, такие строят шикарные, что шикарно выглядят, вот как дома, лучшего качества, чем старенькие дома по 70-летние, есть разные сейчас. Но вот я увидела и мне действительно, мне действительно очень понравилось, у них так это все было, вот они оба так обрадовали, что они вот почему-то не доверяют, не доверяют народ этому, и, ну, и зря, вы понимаете, что, а у них прямо чувствовалось, что они вот вам хотели бы, вот, вот получилось так это все, естественно, что вот они шли, они набрели на вот такой парке, даже, по-моему, они боялись дальше идти, потому что такие места есть, они разные места такие, там, конечно, и наркотики могут быть, и частная собственность, не, просто так нельзя там ходить, везде таблички такие, обычно, во всех таких вот, комьюнити висят таблички, ну, как менеджеры, просто знаю, что я сама их вешала, что правод прапорти, то есть частная собственность, и ты не можешь просто зайти, просто так ходить, и обычно все такие, почему, почему частная собственность, потому что эта земля частная, и эти люди, которые живут в вагончик, конечно, ужасно, правда, но это еще не самое ужасное, знаете, почему, потому что эти люди, на какой-то момент, они сумели собрать денежку, и купить этот, тот же трейлер, потому что он стоит денег, не каждый в Америке это может сделать, и кроме того, они платят месячный, там какой-то еще рент, там может быть, оно может быть и тысячей, больше за место, но зато у них, конечно, они живут как бы в своем, и если они забьют гвоздь, или что-то сделают, из ремонта, у них разрешения, ни у кого спрашивать, внутри не надо, но у меня когда-то был дом, такой, один из первых моих, и там одни жили, латинцы, вот, и одна со мной, мы так дружно, я старалась, она мне все докладывала, и поэтому я очень дружно с одной латинкой жила, и их семья, несколько поколений жила в квартире, двухспальная квартира, то есть три комнаты, и маленькие совершенно, но у них такая неплохая такая, у них в доме была планировка, что у них даже балкончик, и выход на центральную улицу, правда шумноватенько, центральная улица, но там жила старушка, которой, наверное, лет 85 была, то есть она, ей лет 60, ну и там молодежь, короче, и брат ее, и в общем эти все семьи, и ее дочка, дочка, и в общем это огромная семья,